Третий день моря в Сочи восхищает всех своим цветом. Вода окрасилась в бирюзовые оттенки. Как отмечают туристы, по цвету напоминает море на Мальдивах. Даже несмотря на то, что сегодня немного штормит. Это просто прекрасное явление, конечно. Мы сами сейчас заметили, что оно прям бирюзового цвета. Но мне кажется, оно местами такое, честно говоря, не по всему черному побережью. Но это, конечно, круто. Да, море красивое, действительно. Особенно сегодня очень красивое. Вот пару часов назад прям бирюзовое-бирюзовое. Первыми необычное явление заметили туристы и стали публиковать яркие кадры с морской водой в соцсетях. Примечательно, что несколько лет назад, в 2017 году, в Ялте отдыхающие уже наблюдали подобное. Море немного штормило, как и сегодня. Такое море сегодня. Вот оно, бирюзовое. 12 июня 1917 года изменение цвета моря зафиксировал даже американский спутник. Информация об этом появилась на сайте НАСА. В статье указано, что бирюзовые завитки говорят о присутствии фитопланктона в водных потоках. Российские же ученые объясняют необычное явление штатным для прибрежной зоны. Характерен апвейлинг. Это подъем на поверхность воды с глубины 60 метров. Она более холодная и чистая, содержит минеральные формы азота и фосфора. Происходит это во время штормов, во время сильных ветров, когда ветер с суши сдувает поверхностный слой моря. Пройдет совсем немного времени и в этой прожачно чистой воде под действием солнца появятся водоросли. И вода примет свой обычный голубовато-зеленоватый цвет. Увидеть необычный оттенок морской воды сейчас можно по всему побережью Краснодарского края. Анапские Мальдивы, так местные блогеры, назвали курорт в своих видео. Как рассказывают ученые, явление не последнее в этом году. В Березовом море можно будет периодически наблюдать от Утриша до Адлера, когда температура воды понизится до 14-16 градусов. Юлия Проценко, Александр Сорочан, Виктория Шадрина, Кубань, 24 Сочи.